Я сейчас приступаю к этому началу темы. Неемия первая, от нее глава. Слово Неемии сына Алхалина в месяце Кислевы. В 20-м году я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханан, один из братьев моих. Это идет речь о том месте, о той ситуации, в которой я читал, что после Сюдекии остались сожжены дом Господень сожжен, сожжены дома царские, дома народа, люди взятые в плен. Только остались те, которые из бедных, не там несколько, которые стали виноградником смотреть и пахарами, пахать землю. Вот все, что он оставил в Иерусалиме из местных жителей. Заметьте это. И вот здесь Неемия в то время не находился там. И сказал они, когда пришли иудеи, и спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в нижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печаль, печален был несколько дней, постился, молился пред Богом Небесным. И немножко остановлюсь здесь. Представьте эту ситуацию, приходит ему, как он говорит, здесь он говорит, один из братьев моих. Это народа его. Один из братьев моих пришел и сказал, ему, что происходит в городе, откуда Ниэмия. Ниэмия находится в хорошем месте. Ниэмия находится в безопасном месте, как мы сегодня, кто в Америке, кто в Канаде, кто в Австралии, в безопасном месте. Мы так думаем. И так думал, я думаю, Ниэмия. Но, уверен, я ошибся. Он так не думал. И сказали они мне, оставшиеся, остались от плена, находятся в той стране в своей великом бедствии. В стране в своей великом бедствии. И уничижении. Представьте, в своей стране быть в великом бедствии и уничижении. И уничижение. Когда я услышал, когда один из братьев мне сказал, я говорю, а как церковь, как христиане там в Украине, а теперь даже стыдно признавать, что ты верующий, и бояться даже тех, которые знают, что соседы знают, что они верующие. Почему они их возненавидели? Они сказали, кто, как не вы, должны молиться, чтобы не было кровопролития? А почему на вашей молитве Бог не отвечает? Какие верующие? Где ваш Бог? И еще большее, значит, вы обманщики, вы никакого Бога не верите и богословий нет. Вот и там же так же сама ситуация, где Бог ваш. В большом уничижении, презрении и поношении. Это ждет каждого. Это Украина дождалась этого. Дождется тот народ, который в беспечии, который сегодня нуждается в Боге, а строит свое, я так понимаю. А мы так научены, а мы так наставлены. Сегодня Библию оставили. Сегодня книгу жизни оставили. Сегодня вернейшее прородческое слово оставили. Сегодня избрали себе учителей, которые сядут слуху их. Которые обманывают сегодня. Сегодня ни на коленях не ищут тему, которую сказал бы Бог. Но там на компьютере есть все темы, да. Но получил ли это ты? Дал ли это тебе Бог? Сегодня говорит, говорит, так. Часто я слышу это говорить. А тот перевод говорит так. А тот говорит вот так. А тот перевод так. А Павел говорит, нет, не так, как говорит перевод. А я от самого Господа принял то, что и вам передал. Когда будут такие проповедники, когда они будут прекратить говорить о переводах. А я от самого Господа принял то, что и вам передал. Это значит, что этот проповедник стоял на коленях, был в общении с небом, с ангелами, славой Божией, и от Господа получил Слово. Нет авторитета проповедника, нет авторитета лектора безжизненного мертвеца, который говорит ложь сегодня, обманывает сегодня, говорит, что сегодня этих лжецов встречали очень много, дожгли до безумия, что говорят сегодня, ну, знаете, это не кровь и не тело, вы же не имеете там запаха крови, лжецы, это бесстыжие лжецы, когда Христос сказал, синий из тела и кровь моя, как можно так нагло бесстыжно лгать, как не бояться Бога, смотрите, к чему сегодня пришло вот эти учителя, до чего довели, до того, что мы сегодня не ищем лично, как Павел, я от самого Господа принял то, что и вам передал, я принял, я получил, я имею, я был в совете с небом, я был в совете с ангелами, славой Божией, Он дал мне, Он открыл мне, Он разумил меня. Я никогда не забуду, это остало, к сожалению, я говорю, большому сожалению в своей жизни. Я помню, в те годы это был 1972, 1973 и 1974 годы, и мы рассуждали, там были деноминации, баптисты, адвентисты, субботники, там были разные деноминации, и все, каждый искал своего, там были регистрированы, нерегистрированы святые и суперсвятые духовные. Но когда пришло испытание, когда были питки, тогда оставалось очень мало, и никто не искал, кто святее, а кто лучше. Я помню, когда мы собрались, никто уже не говорил, кто, кто прошли эту печь, никто не говорил, кто какого братства и кто какой деноминации, а говорили, брат мой, брат мой, я рад, что могу с тобой помолиться, я рад, что я могу с тобой встретиться. И знаете, когда мы собирались, если мы считали Слово Божие, мы не понимали, мы молодежь, ну что это было, 18, 19, 20 лет. Я очень сожалел тогда, что я мало читал Библию, что я мало знал, когда была свобода, у меня не было там возможности. Я помню, когда мне передали с гражданки Еванда и Марка, я то не забуду, она как спичечная коробка, я вшил его в воротник. И это тогда надо было тайник, дело такое, чтобы в воротнике и мы могли читать. А так в основном у нас было в рукописьме, переписывали мелкими-мелкими Евангелие и читали. И когда мы собирались читать это Евангелие, нам были непонятные места. Нам много было непонятно, мы дети, а как знать правильно, мы вставали на колени. И все эти 14 человек слышали голос Божий. Это нужно понимать так, так, не греческий, не английский, не римский перевод. Но Дух Святой Господь толковал, объяснял, почему сказать, к сожалению моему, сегодня я бы хотел, чтобы сегодня мы и я вместе с вами так же самосклонил колени и слышал. Это нужно понимать вот так, вот так, вот так. Не какой-то проповедник толкует, не какой-то доктор богословия, не какой-то профессор, который сегодня титул много дали, который сам Христос не имел. Но сегодня люди подавали, но они не знают Бога, не познали Его, они забыли о Нем. Я бы сказал, что они слепы, наги, и Господь сказал, такових удаляйтесь. И вот они сегодня ведут. Куда они заведут? Вот почему сегодня нужен Дух Святой. Вот почему сегодня нужен Господь, чтобы Он известнял Писание. Не какой-то доктор богословия, но Дух Господь, Господь. Ангелы Его – это служебные духи. Они сегодня, к сожалению, к стыду нашему, очень мало пользуются этим. Если сказать, что ангел говорил, я посчитаю, с тебя не все нормально. Вот сегодня 50-ница в каком состоянии. Вот в каком сегодня падении, в каком сегодня мертвом состоянии. Сегодня, говорят так, вышел проповедник на сцену проповедовать, а не от действия Духа Святого. Он там машет этим бубаном. Давайте, бубубните немножко, чтобы Дух Святой сошел. Духу Святому музыка не надо. Духу Святому поднимать этим не надо настроение. Это нужно дьяволу. Это музыка, это наркомания для мозга человеческого. Музыка преисподняя, музыка ада. Они выходят из экстазы, и потом они поют, как попугай. Одно и то самое повторяю. Но где свобода? Где свобода? Где освобождение? Сегодня этого нету. Люди обмануты. Люди жестоко обмануты. Это было в одни небе, это было в одни садеки, это было. Обманывали людей, говорили неправду. И вот здесь он говорит, что случилось? Сожжены. Дом сожжен. Ворота сожжены. И он говорит, отклеенно остались. И разрушены ворота сожжены огнем. Я зачитал самое начало. Се стою в дверь и стучу. Скажите, если ворота сожжены, куда постучать? Куда он постучит? Их там нет. Ворота сожжены. Кто хочешь, заходи. Что хочешь, заноси. Вот какой произвол сегодня. Вы посмотрите, что сегодня с молодежью. Что с него в церквах делается? Почему сегодня такое состояние? Почему сегодня молодежь не может в церкви быть? Почему сегодня их мир влечет? Почему ворота сожжены? В церквах сегодня мир. Сегодня в церквах прозрак. Сегодня в церквах состояние такое, что там мир этого не найдешь, что в церкви ты найдешь. сегодня мне говорят, там в Америке ни разу я слышал, да ты в нас в церкви можешь там на балконе купить любой наркотик, любое средство ты можешь взять во время служения. Вот в чем свобода привела. Но зато там есть плясы, есть танцы, есть музыка. Вот это наше показывает, наше, да, для ада. Богу это не нужно. Дьявол нашел подделку, замаскировал эмоции, эмоции, спиритизм. Но я не Дух Святой. Там ничего общего с Духом Святым нету. Ничего общего. Там чистый спиритизм. То есть медитация мозга человека. Люди уходят в экстазы и думают, что они в присутствии Божьем. Если бы они в присутствии Божьем, ибо не ханьянул бы ни мир, ни музыка, ни одеяния, ни все остальное. Они были чужие для этого. Мира. Так написано. Это не я говорю. Если Сына освободи, то истинно свободны будете. Там, где Дух Господен, там свобода. А почему говорят, а я не могу? А я не могу. А мне так хочется. Потому что мы не свободны. Мы не получили свободы. Мы не освобождены. Мы обмануты. Нас обманули. Нам просто говорят, ты свободен. Ты свободна. Какой же свободен, когда меня тянет этот мир? И вот здесь сожжены ворота. Вы знаете, ворота Русалимы. Они значили в каждом городе ворота. И эти ворота охранялись. И возле этих ворот всегда была площадь. Небольшая, но площадь. Не знаю, сколько она кварталом занимала. То есть, какая там, в метрах или как там. Но там, на этой площади перед воротами часто объявлялись новости. И часто на этой площади перед воротами приходили пророки Божьи и говорили слово от Господа. Перед воротами. И эта площадь означала, и на этой площади так же еще и было как место разбирательства, судилища. Приводили туда, к воротам. И кто кого обидел, жалоби, судебные процессии. Проходили тоже там. Видите, все это на одной площади перед этим воротами. И вот здесь эти ворота сожжены. Представьте, что с этой площади, если там ворота сожжены. И тогда времени, того времени, если ворота брались в плен, то значит весь город был из-за плен. Потому что означалось ворота – это сила этого города. Это сила и власть этого города. Или если они сломали эти ворота, сломлена власть этого города, сила этого города. И уже завладевает тот, кто его сломал. Тот, говорит, плен целый город. Кто твои ворота сжег? Кто тебя взял в плен? Обида? Обида. Кто твои ворота сжег, что сегодня там не сидит царь славы? Господь. Это мир. Ты скажешь, что со мной Господь. А где твоя любовь? А где твой мир? А где умоление? А где крутость? А где воздержание? А где долготерпение? А где оно? Если ты говоришь, что там Господь выседает. Нет. Не обманывайтесь. Бог поругает. Не бывает. Когда они сожжены, то тогда каждый ищет своего. Я ищу своего. Я понимаю и так. Други не понимают так. А все должны вот так понимать. А почему ко мне так со мной поступать? Или говорить, почему не так? А я хочу, чтобы так. Их один брат сказал. А я хочу, чтобы мне со мной и моей семье обходились так. Ведь я заслужил этого. Я заслужил этого. Почему меня не уважают? Почему меня не почитают? Почему? Я ему сказал. Брат, ты хочешь пощения? В аду будет почитаться фанатриковилами. Там он почитать будет. Если ты хочешь пощения. А здесь Христос был на низкой земле. Он сказал. Гнали меня, буду гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. А мы ждем почитания. А мы ждем уважения. А мы ждем, чтобы перед нами дорогой наш Иванович Степанович. Там Иванович, как по-другому. Пожалуйста. Вот, кстати, дорогие наши гости. И так дальше. Я не говорю, что это не должно быть. Надо было бы, чтобы Христос был от них не навстречал. Нет. Так только появление Христа, так и возмущение. Где появление Сына Божьего. Там был он. Почему? В субботу исцелил. Представляешь, что он сделал? Он нарушил закон. Ты представляешь, что он сделал? У нас закон, у нас порядок, у нас регламент. А он пришел, нарушил, все перечеркнул и все. Дело по-своему. И это теперь слепой кричит, радуется, пляшет. То и танцует, то и радуется. То и скачет, что его ноги не ходили. Подскакивает, подпрыгивает. Что это такое? Что он делает? Дорогие, братья и сестры. Это говорит о том, что Иисус для меня оставил принять. Иисус для меня, если я во Фрисе 6-й вспомнил, я слышал, как на днях один брат сказал, что папа ему сказал, когда буду плевать на тебя, а ты думаешь, что это дождь, попробуй. Но это было слово от Бога. Когда буду плевать на тебя, а ты думаешь, что это дождь. Я помню одного проповедника, он епископ, я думаю, что многие могут слышать, знаете его, Сергей Нечитаева, это епископ. И он сказал, когда к нему подошла одна сестра, она с таким образованный человек, я сказал, слушай, она со мной вот так поступила, вот так сказала на меня. А он говорит, а на тебя еще не плевали. Но Христа плевали, и он никому не жаловался. И говорили пророки, кто ударил тебя. А на меня не так сказали, а за мной не так поступили, а на меня не так посмотрели, а ко мне не так обратили, видишь ли, принцесса нагрешили, или там я гордец такой, Вася, там возомнил по себя, кого-то уже, а? Что не так с ним поступают? Бог будет нас ломать и гнуть, если Он еще нас любит, неотвергно. Запомните это. И если Он еще неотвергно нашей гордыне, нашим тщеславием, то Он будет нас ломать. Он не будет спрашивать, больно ты бывать или нет, но Он будет ломать. потому, что Он хочет спасти. Это Божья любовь. И Он говорит, а ворота сожжены. Сожжены. И знаете, сколько сегодня сожженных ворот? Сколько встречает их сожженных ворот в церквах, в семьях, в домах, где муж с женой давно не едины, где муж с женой, мужа не понимает жены, жена не понимает мужа, он говорит на разных языках. Дети не понимают родителей, родители не понимают детей. Почему? Там сожжены ворота. Там зашел кто-то другой, который принес, а ты, сынок, умнее папы, папа твой сталый. Да что он понимает? Он малограмотный. Вот ты уже с высшим образованием, тебе диплом. Я часто вспоминаю проповедь Беспалова, которая сказала в одном проповеди, например, что отец и сын, это были два нефтяника, и отец имел свою нефть, качали и продавали, это богатые люди. Ну и сын выучился, папа, а че я должен быть с тобой в одном бизнесе? Я хочу иметь свои деньги! Я хочу иметь свой бизнес! Пожалуйста! Папа умный, разумный папа сказал, пожалуйста, если не хочешь быть в доме отцовском, с отцом вместе, ведь все это, сынок, для тебя. Весь бизнес это для тебя! Я старей, я скоро уйду с этой жизнью, все будет тебе! Нет, я хочу сам! Сам! Как сегодня эта молодежь говорит, я хочу сам! Дай мне почувствовать, дай мне пожить самому, самой! Я не хочу быть маминой дочкой, папиным сыночком! Дай мне самому пожить! Это говорит гордость! Это говорит то, что уже ворота сожжены! Гордостью сожжены! Самоуверением, надмением сожжены ворота! И зашла в их гордость! Ну, сынок взял свой бизнес, открыл, и начал скважину, но там нужно иметь тоже мудрость, не то, что научат тебя в университете, это мало, практика, большое дело! И он бурил скважину, и что-то неправильно сделал! И вот эта вспышка, вы знаете, когда взрывается скважина, нефти, там огонь, там пожар, и если затянет туда, это взрыв страшнейший! И он звонит, папа, что делать? Как закрыть? А он говорит, дипломом! Вы поняли? Дипломом! Закрой скважину! Можешь? Ты же умный! Ты же умнее папы! Ты сам будешь строить! Ты знаешь, как построить бизнес! Ты знаешь, как строить бизнес! Ты знаешь, как вести бизнес! Потому что ты с дипломом! Ты закончил университет, а папа малограмотный! А ты больше его знаешь! Так закрой этим дипломом! Чего ты кричишь до папы? Помоги! Вот сегодня та ситуация у нас, что в нашей жизни мы часто не нуждаемся в наших отцах и матерях, их советах, но Бог хочет, если любит, Он будет нас ломать, что мы им кричим, «Папа, никуда там! Мама, помолитесь! У меня беда! У меня в доме огонь! В семье огонь! Нет мира! Что дальше делать?» Время лететь, я должен торопиться. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы остановились, задумались, каждый, почему сегодня нет понимания между нами, почему сегодня не понимаю, я жену или жена мужа, почему дети не понимаете родителей, родители детей, почему ворота сожжены. Где-то было место, момент, когда они были сожжены каким-то злом, непрощением, каким-то моментом, когда папа сказал, «Будет так, как я сказал! Я папа! Кто глава в семье?» Конечно, папа, только не забывай, которому глава Христос, ни гордыня, ни я, ни суета, ни слава, Господь». Этому папе можете подчиняться, но тому, которому сегодня земля, слава, деньги, бизнес, имейте полное право стоять на основании Слова Божьего. На основании Слова Божьего. И имейте полное право молиться за своих родителей, чтобы Господь открыл их глаза, которые сегодня не видят, как собаки, не видят. Это вы, бытого голода. Кто лишил зрения, кого-то лишил слуга, кого-то решил это везде тепла отцовского, материнского. Сегодня в семьях церклах, в самых семьях домах есть любимчики, сыновья или дочери. Не делайте этого. И делайте большие промахи, о чем вы будете потом учиться задавать. Не должно быть любимчиков. Должна быть одна семья, одна целая. Дети должны чувствовать одну любовь что к сыну, что к дочери, что к старшему, что к среднему, что к младшему. Потому что, как бы они ни хотели, но этот рубец у них останется, что папа или мама любили кого-то больше. Вы посмотрите, как Яков поплатился за любимчика. За то, что он не хотел послушать Бога. Чем он поплатился? Пострадала вся семья, дети, сыновья. Стали предателями своего родного брата. Это же по вине отца. Это же по вине отца, что его был любимчик, сын, любимой жены. Любимый сын. Как часто мы губим наших детей, как часто раним мы наших детей, когда мы делаем одни хлопенчиками, а других просто ты сын, просто ты дочь. Вот чем сжигаются ворота. И эти ворота сожжены вот этим, и эти дети, они не могут теперь понять отца или услышать его, потому что у него сожжены ворота обидой, непрощением, нелюбовью отца или матери к ней или к нему. Сожжены ворота. Дорогие братья и сестры, я бы сегодня мог проявить много примеров, как сегодня сжигаются ворота. Но я не буду сегодня брать ваше зрение. Я хотел бы оно и так дорогое, чтобы сегодня, не знаю, сегодня день Господи. Я знаю, что этот день, разные дни, мы можем посетить Господу, не выйти в два часа, а может три, а может четыре, а может шесть. Я не знаю, но это день Господи. Если мы сегодня хотим пережить присутствие Божие, давайте мы будем в молитвом состоянии. Отец, я нуждаюсь в себе. Я нуждаюсь в себе. И когда я пришел сюда сегодня, поверьте, у меня была тема, сегодня я хотел говорить о десяти прокаженных. Но Господь сказал, вот эту тему начни, я ее сегодня не закончу. Почему? Я бы хотел, чтобы были сожжены ворота и этого дома, чтобы здесь не собирался народ. Братья и сестры, почему? Почему мы сегодня об этом, не говорим Богу Господи, в моем сердце нет мира? В моем сердце нет мира. И он здесь заметит, что он говорит дальше. Я что? Был печален, сел, заплакал, печален был несколько дней, постился и молился. Языки, неми, а зачем оно тебе? Ты в цару подаешь вино, хорошо устроены, благополучие, здравие. Ну, продолжай. Ну, то есть, братья твои, они заслужили этого. Они заслужили этого. С ними Бог справедливо судится, но у тебя хорошее место. Останься. Братья и сестры, если мы сегодня здесь будем молчать за Украину, там наши корни, и там не только наши корни, а там наши братья и сестры. Если мы сегодня посмотрим, повернемся лицом к Украине, я сказал, Господи, это же могло случиться со мной. Я не лучше тех братьев, сестер, которые там в Украине. Ничуть не лучше. Вы думаете, что какой-то убоголюбимчик, что сегодня в Австралии, в Америке, в Канаде? Нет. Нет. Я знаю тоже откровения Америки, что будет то же, что сейчас происходит в Украине. И я, Бог сказал, что посещу всю землю, пройду по всей земле и проверу церковь, невесту, какая сегодня она, где та невеста, что она сегодня одета, в каком одеянии, Божьем одеянии. Да сегодня, когда зайдешь, посмотришь в церковь, как-то просто страшно, как будто зашел в происподнюю какую-то, громыхают, смотрят оттуда за своим дым идет, а здесь обвешанные, обцепленные в ушах, на шее, на руках, полунагие. Они говорят, мы в присутствии Божьем. Какой кошмар, какой стыд, какой позор. Это вызов Богу. Это вызов Богу. Говорят, ну это же главное сердце. А что здесь нет, да? Читайте Библию. Кто, кому кололи уши? Ты, чей раб, тот и колол. чтобы знать, чей это раб, чья это раба ходит. В ушах висела. Вот сегодня понавешивали на ушах, на шее, чьи они раби, какого духа. Вы же не знаете, что это за серги, какого колдуна и какой силы. Вы же не знаете, кого вы поцепили. И вы принадлежите тому духу, тому колдуну, который заколдовал, и эти серги сегодня очень популярны. И так дальше. Это немножко я ушел в сторону от теми. Но это не в сторону, просто реальность а сегодня, что сегодня люди не придают это значения. Это у прекраса, это украшение. Богу это не нужно. Найдите, откуда это вышло. И говорил, смотрите, что он говорил, бредащий, постился и молился. Внимательны будете к этой молитве. И говорил, Господи, Боже, небес. Господи, Боже, небес. Боже великий. Видите, как он Бога видит? Как он Бога видит? Страшный, хранящий завет и милость. Какой завет Бога с народом? Помните? Какой заключил Бог завет с народом? Вот здесь и говорит Немья, хранящий завет и милость. К любящим тебя, кому хранить завет и милость? К любящим тебя и соблюдающим заповеди твои. Вот на ком будут соблюдаться и исполнять заветы Божьи. Вот в каких домах и семьях будут исполняться заветы Божьи, которые любят Господа и соблюдают заповеди Его. Не знают, а соблюдают. Да будут уши твои внимательны и очи твои отверстны, чтобы услышать молитву раба твоего. Вот когда он говорит о молитве. Но заметьте, почему вот эти стихи говорят о том, что, как Господь сказал, обрати это внимание, скажи народу, почему вы молитесь, постите, а Бог вас не слышит? Потому что грехи ваши удалили от Бога, отвернули лице свое. И он здесь говорит, что, чтобы услышал Бог, чтобы услышал Бог, то говорит, что к любящим тебя, возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, душею и крепостью. Исполни эту заповедь. Исполни эту заповедь, когда ты исполнишь возлюбие Господа Бога всем сердцем, разумением, душею и крепостью, тебя больше ничего не остается. Никого не остается. Тебе все и во всем Господь. И твое сердце, в твоем сердце восседает Господь. А если ты не возлюбил его всем сердцем, как часто молятся Господи, займи первое место в моем сердце, а второе и третье кому? Господь говорит, я отдал за тебя жизнь, а ты даешь мне только первое место в сердце. Отдай сердце, сын мой, дай сердце свое мне. Видите, как ловится это на нас сегодня? Я отдал за тебя жизнь, а ты не хочешь даже сердце свое отдать, возлюбить всем сердцем, разумением, душой и крепостью. Так чуть-чуть. О, я же сделал, я же крещение принял, что ты еще хочешь, Боже, я же член церкви уже, я же уже завете с тобою, я же принадлежу церкви. Да, это ни о чем не говорить. Бог смотрит, ты давал обед, ты давал обед служить доброй и чистой совестью. Ты возлюбил ли ты сегодня Господа всем сердцем, разумением, душой и крепостью, если ты возлюбил Господа всем сердцем, ты не будешь искать своего, первое. Ты не будешь добиваться своего, ты не будешь стоять на своем. Ты будешь искать и думать о горнем, о мире, о присутствии Божьем, и не доказывать своей правоты никогда. Христос никогда не доказывал, хотя имел на это право миллион раз. Он имел на это право доказать, что он прав. Но знаете, как доказал? Он доказал, доказал, что он прав. И очень сильно, когда ему прибывали руки и ноги и ноги. Отче проси им, ибо не знает, что делать. Вот доказательство было. Отче проси им, ибо не знает, что делать. Аллах, Дух Святой, как я сегодня люблю доказать, что я прав, как я сегодня люблю доказать, что мой муж прав, невиновен, его незаконно клеветали, или там нападали. Как сегодня я хочу доказать, что моя жена права, что ее незаконно обвиняют. Это уже сужены ворота гордостью, собелюбием, эгоизмом, уже сужены, когда мы доказываем. Сужены. Бог сегодня говорит, остановись. Если там уседая Христос, то он не доказывал, не искал. Очень проси. Гефсимания на вержении камня. Он там капли пота, капли крова молится и говорит, если возможно, доминует меня чаша сияет. Но никак я хочу, как ты. Да будет твоя воля. Братья и сестры, а как мы молимся? Да будет твоя воля. Да будет моя воля. Да будет моя воля. Как однажды я слышал, один брат молился, Господи, выехал на мотоцикле и имело две невесты его. И вот он не знал, какой ехать точно, но он помолился, в пассе был, и на мотоцикле едет, и так пустил руль, и куда руль, туда, значит, воля Божия. А руль поворачив в ту сторону, где он не хотел. Вот Оля была больше любима. Она говорит, Господи, хай буде воля твоя, а Оля моя. И повернул туда, где Оля. И жизни не имел. Как часто мы говорим, да будет твоя воля. Твоя воля. Вот почему здесь говорит, здесь и не имя молился, да будут уши твои внимательные и очень отверстые, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою. Видите, после того всего, когда возлюбил всем сердцем, разумением, душой и крепостью, не имя мог смело, смело говорить, да будут, уши твои внимательные и очи твои ответственные, чтобы услышать молитву раба твоего, которой я теперь день и ночь молюсь перед тобой о сынах Израилевых рабах твоих, братьях моих. Я добавляю и братьев моих, потому что он сказал, братья мои пришли. Он молился, но смотри, как он говорил Господи, да будут уши твои. Как я, когда я так молился, Господи? Да будут уши твои внимательные и очи твои отверстые, чтобы что? Увидеть? Да нет. Как это может быть очи отверстые, чтобы услышать молитву раба твоего? Внимательные будьте слова. Молитве Бенемии. Да будут очи твои отверстие, чтобы услышать молитву раба твоего. Он стал один, один проломый за народ Божий. А если Бенемии не стал, сказал, слава Господу, что я не там, а здесь, как мы сегодня, слава Богу, ну там Украина, ну не здесь, нас здесь не достанет. Достанет. Если мы убежали сюда укрыться от начертания, оно здесь первое будет. Заметьте, знайте, если мы укрываемся, что здесь не достигнут начертания, нас первого здесь достанут. Но я бегу от этого. Я бегу от этого. Если я сегодня в присутствии Божьем, то Господь сказал, возле тебя что? Падут десятки, тысячи, падут, но к твоему жилищу не приблизиться. Англ он заповедовал, охранят на всех путях. Так написано, да? Он остается верен, вот это и есть хранящий завет. Завет свой с народом своим. Охранять, защищать, благословлять. Он помнит это, что он дал, заключил этот завет с народом. Знает он. И здесь с ним мне говорить, Господи, да будут у тебя обращены твои глаза. Услышь молитву, в которой я молюсь день и ночь. Сколько раз молился о церкви, о братьях, о сестрах, чтобы Бог благословил? Сколько раз молился? Так от сердца, давайте Богу скажем. Ну, сколько раз молился, Господи, церковь, вот здесь такая проблема, Божия. Сколько раз так молился, Господи, благослови? Господи, услышь молитву, призыви светлым лицем своим, Господи, мне мли, Господи, я не могу сесть кушать, я не могу спать, сон бежит от лечений моих, почему? Церковь, сожжение ворота злом, не единство, не примирение, а мне, ну, так, так себе, как будет? Ну, отдельно будем собираться, не знаю, не получится, не получится, церкви Божией, народу Божьему, вот так строить, вот так идти, вот так создать. И здесь Немия показывает ту сторону, что ему не было все равно, что не было ему все равно, что братья были в плену. Скажите, если здесь сегодня нет, они где на свободе, в плену. В плену. В плену. Или хотел, чтобы сегодня была молитва не только здесь, в церкви, а в наших домах, в наших сердцах, чтобы мы все были едины. Если нет сегодня брата, сестры, Смиттона, это значит, Господь, где-то моя проблема. Где-то, может, я послужил тем ударом, что сегодня их нет здесь. Может, где-то мой поступок, мое слово, где-то произвело работу. давайте каждый, я и каждый из нас поищем себя. Почему сожженные ворота? Почему их сегодня здесь нет? Почему сегодня их любовь Божия не приурекла? Даже если это не мы, а их состояние, если мы будем молиться как за себя, мы этим не согрешим. Мы этим не согрешим. И вот здесь он дальше говорит так. Молитва. Исповедуюсь о грехах, молюсь перед тобой о сынах Израилев, рабах твоих, и исповедуюсь о грехах сынов Израилевих, которыми согрешили мы перед тобою, и согрешили и я, и дома отца моего. Видите? Какая-то была молитва. Мы стали преступные перед тобою, и не сохранили заповеди и уставов и определений, которые ты заповедовал Моисею рабу твоему. Но помяни слово, которое ты заповедовал Моисею рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы были изгнаны на край неба, оттуда соберу вас, приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя Мое. Они же раби твои и народ твой, который ты искупил, силой твоей великой и рукой твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, к молитве рабов твоих, любящих, благоведь именем твоим, благопоспеши рабу твоему теперь, веди его в милость у человека сего, я был выночерпием. Видите, какая молитва? Выночерпием царя, и он молится к Богу о народе, ведь он мог совершенно не молиться, но он молился. Он просил у Бога о том, чтобы Бог благословил его, чтобы он стал в проломе за народ пойти. Ему не было все равно, братья, сестры, Ему не было все равно, почему сегодня Бог делает удовлетворение мне сегодня безразлично, что мой брат плачет, сестра с стенами, мне все равно, почему там может нет мира, мне все равно, почему, и вот здесь он говорит, Господи, молю Тебя, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба твоего, к молитве рабов Твоих, любящих, благоветных, пред именем Твоем, благо поспеши, работай ему теперь, и веди его мило у человека, которого я бы не черпил. Я немножко пропускаю, время ушло, я буду заканчивать, я в следующий раз дать Бог жизнь, я продолжу, а тема не закончена, я ее бахвало, когда говорил, так не закончу, эту тему, и невозможно закончить, потому что это наша жизнь, твоя и моя жизнь, это наша жизнь, и вот здесь я хочу немножко наперед забежать, что он, неэмия, пришел к царю, просить после молитвы, чтобы он дал ему письмо, пойти отстроить стену и ворота, и когда он, а вы знаете, все, которые работали или работают, подают пищу великим людям, таким, как цари, и они проходят большую школу, заканчивают, им нужно показать себя, что бы тебя там не было, припроднося эту пищу или вино, ты должен улыбаться, ты должен показывать то, что у тебя, то есть поднимать настроение тому, к которому ты пришел. Я помню, когда говорили, когда еще был жив при жизни Сталина, если ему приносили пищу, и человек, который был с какой-то тенью в грюмости, он этот поднос бросал на него и сразу ему это расстрел. Этот человек не жил. Вот такие люди. И вот здесь не Эмия, он был гоночерпием, и когда он пришел перед царом, он пришел к нему, к цару, и он говорит здесь, он был тренирован, он знал, как вести себя, и он говорит, я взял вино и подал цару, и казалось, не был печален перед ним. Ему казалось, это вторая глава Эмия, и казалось, что я не был печален, ему казалось, и что, но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально. На этом мы восстановимся. Сегодня на этом месте царь царей, Господь Господствующий, он спрашивает тебя, отчего сын мой, дочь моя, лицо твое печально, отчего на лице твоем отпечаток печали, о чем? Вы думаете, царь не знал, о чем печалился Неэмия, не знал, но он хотел услышать, он хотел услышать. И сегодня Неэмия, это для меня этот живой человек, преобраз того, что я предоставил предотцом, царом царей, Господом Господом. Он говорит, сын мой, дочь моя, отчего печально твое лицо, Господи, как может быть не печально, когда ворот осужены, дети не понимают меня, жена не понимает, муж не понимает, семья не понимает, как не будет печально, сожжены огнем, сожжены огнем. Давайте мы сломим наши сердца и колени, и скажем, Отец, сегодня сожжены огнем ворота, мира нету, понимания нету, взаимности нету, взаимопонимания нету, каждый ищет своего. Дорогие братья и сестры, а что, если сегодня придет Христос за церковью? А что, если сегодня церковь возьмется с земли? И что, слава Богу, что я спасен, да? А что, мои братья и сестры останутся, мне от этого будет хорошо. Я помню, я никогда не забуду этой молитве, этой девочке, ей было 13 лет, когда в церкви молилась, и она сказала, «Господи, ты видишь, папа и мама, они не разговаривают уже три месяца, они не говорят друг с другом, они называют по именам друг друга, а что, если ты придешь сегодня, и церковь возьмется по всей земле, ты знаешь, для меня не будет радостно на небе без их, без папы и мамы, я не хочу, что я буду в раю, они будут в аду, Иисус, я тебя очень прошу, примири их, открой их, что они видели себя, что невозможно дальше жить, а мне больно смотреть на это, ведь я люблю папу и маму одинаково». Видите, это видят дети. Я не хочу быть так, я не хочу жить так. Склоним наши колени, будем молиться.